Добрый вечер! Борьба с паводком по некоторым параметрам самым грандиозным на Алтае за последние ну точно 100 лет все еще очень актуальна прежде всего для Барнаула, но уже актуальнее борьба с его последствиями. Знаете ли, ничего не кончилось, все только начинается. Власти края предупреждают, ликвидировать последствия предстоит долго и упорно. Вот есть ли на это средства и вообще какой урон нанесен нашей экономике? Поговорим. А начну, как обычно, по понедельникам с краткого. В этот раз обзора прогноза того, что нас ждет на краткой же рабочей неделе, а также на последующих длинных праздниках. Во вторник в Молодежном театре Алтая состоится торжественный прием, посвященный Дню медицинского работника с участием губернатора Алтайского края. В мероприятии примут участие лучшие медицинские работники региона, врачебные династии, ветераны отрасли. День России в четверг отпразднуют традиционно на Бирюзовой Катуне. В программе фольклорный фестиваль, народные гуляния, праздничный концерт. Главная тема. Разумеется, ущерб от Алтайского наводнения 2014 для большой экономики края еще до конца не подсчитан. Для множества микроэкономик, то есть людей и хозяйства, он просто-напросто огромен, он просто-напросто катастрофичен. И что касается экономики края, то в целом потери исчисляются точно миллиардными суммами. Вот, например, власти говорят о ней меньше, чем знаменитый пожар в Николаевке. Да и то, этот пожар был локален, нынешнее бедствие так или иначе касалось десятков районов и городов края. И восстанавливать надо очень и очень много. Губернатор, он прямо охарактеризовал предстоящие, как цитирую, очень большую небывалую работу, которую никогда в таких объемах края не проводилось. Придется провести. Основной ущерб относится к необходимости восстановления жилья и социальной инфраструктуры. Разрушено 118 километров дорог, поврежден 61 мост, 7 смыло полностью. Специалисты-пчеловоды считают, что из-за паводка Алтай лишился урожая меда из разнотравья. По свидетельству администрации, потоплено свыше 10 тысяч гектаров пашни. Ведение на ней оградеятельности, скорее всего, невозможно. Существенный удар нанесен и турбизнесу. Ну, даже не столько материальный, сколько имиджевый. Ну, представьте сами, как это выглядит с стороны. Ехать отдыхать на затопле, на Алтае, бррр. Ну, конечно, что с москвичей и прочих взять, включая, кстати, наших коллег из некоторых федеральных СМИ. А они республику с краем упорно путают. Как бы то ни было, вся надежда турбизнесменов на нас с вами. Ну, с нами надо работать, однако это отдельная история. Я думаю, вскрылись и узкие места соответствующих служб. У людей, которые оказывались в центре паводка, немало претензий к местной власти. И к МЧСникам тоже. У крыльевых властей, например, к федеральному Росгидромету. Который, очевидно, в рамках какой-нибудь там оптимизации, сэкономил на необходимом, как казалось. Власти Алтайского края намерены обратиться к Росгидромету из-за отсутствия водомерных постов в районах, например, Быстром Истоке. Это существенно затрудняет работу спасательных служб, которые не получают оперативной достоверной информации об уровне воды в реке О. Аналогичные водомерные посты также необходимы во всех районах, подверженных паводку. Сумма помощи с федерального бюджета озвучена. Пока это полтора миллиарда рублей, а первоначальный расчет, кстати, был всего на полмиллиарда. Плюс, наверняка, государство будет помогать нам еще в рамках отраслевых региональных программ, например, по поддержке аграрев. Это все не считая гуманитарной помощи и помощи других регионов. Она тоже будет, да и уже есть. Но и краевой бюджет напряжется, куда деваться. Кстати, дело-то ведь не только в деньгах. Одной из важнейших задач остается недопущение эпидемии инфекционных заболеваний в районах, которые затопляла паводковая вода. Для этого необходимо проведение повсеместной вакцинации, особый режим работы врачебных и санитарных служб. А реплика сегодня звучит так. Вот использовать бы все силы и средства для того, например, чтобы сделать сельские дороги там, где на наводнении их просто не было. Построить школы и больницы на месте сбытых ветхих строений. Новые дома для людей на месте уничтоженных развалюх. Совершенствовать новую систему оповещения для людей и борьбы со стихией. Вот что было бы здорово, правильно. Увидимся после праздников. Редактор субтитров А.Семкин